Я вас приветствую на походу 10 сегменте. В нашей группе NLP Meditative Mind мы стремительно двигаемся дальше к окончанию нашего курса. Формально осталось всего три ключевых сегмента. И следующие сегменты, ребята, у нас будут посвящены, думаю, все почти сегменты, будут посвящены тематике в той или иной степени, связанной с феноменологией транса. Я поясню. Под феноменологией транса я понимаю определенные трансовые феномены, которые мы можем создавать в работе медитации. И учитывая то, что наша дисциплина является промежуточной, интегративной, то есть с одной стороны то, что мы практикуем, это эриксонский самогипноз, а с другой стороны то, что мы практикуем, это определенная медитация. То есть это определенное сочетание техник как терапевтических западных, западная тантра, людей, которые не имели глубокого отношения к духовности. Я не слышал ни одного раза, что он там, не знаю, ходил к священнику, там молился или призывал своих близких к познанию мира духовного. Нет, такого не было вообще. С другой стороны, то, чем занимался эриксон, оно максимально близко к классической индуинской форме работы. Так как дисциплина наша промежуточная, то она, естественно, объеблет, интегрирует феномены трансовые, как классические терапевтические западные, так и духовные феномены, которые, в принципе, можно создавать очень интересно в практике медитации. Как я говорил, мы будем касаться, думаю, не один сегмент. Вот сегодня я хочу начать с описания того, какие вообще, в принципе, бывают феномены трансовых раз. Разграничить вот эти феномены, они терапевтические скорее, используют психотерапевты в своей практике. А вот те феномены, на самом деле, они имеют прямое отношение к духовной традиции, к духовной практике. И каждый из вас может выбирать то-либо иное в силу своих ценностей, убеждений. Повторю, так дисциплина очень текучая. И напрямую связанная с вашими ценностями. То есть здесь нету навязывания, допустим, быть вам религиозным человеком, либо быть атеистом. Так или иначе, трансовое состояние или медитативное состояние достижимо вне зависимости от того, в кого вы верите. Верите вы Христа, Магомета, Будду, Кришну, Шиву, Одина, Зевса. Или верите только в триаду нейромедиаторов. Я в свое время читая лекции по нейрофизиологии мозга и, говоря и рассказывая о том, как функционирует наш мозг через призму химии, начал студентам говорить такое очень прикольное заключение, говоря о том, что существует на самом деле три ключевых божества, к которым мы постоянно молимся. Ну, их чуть больше, на самом деле. Все это за божества. Это божество первое – дофамин, второе – серотонин, и третье – норадреналин. Подводя людей к пониманию того, что все духовные традиции, так или иначе, теми либо другими медитативными практиками, трансовыми практиками, подводят нас к регуляции опленных процессов нейрохимических. Вот возьмем, к примеру, тот же самый дофамин. Это нейромедиатор предвкушения, радости, счастья. Если вы, к примеру, запланировали на выходных вечеринку, приятную с друзьями, один факт ожидания того, что будет вечеринка с друзьями, поднимает уровень дофамина в вашем мозге. Дофамин – нейромедиатор предвкушения, удовольствия. И если вы знаете точно, что через какое-то время вас ждет какая-то приятность, то приятность уже наступает сейчас. Из-за этого, к примеру, из-за понимания структуры формирования и функционирования нейромедиатора дофамина в мозге, мы можем как бы строить целую духовную философию, прикольную причем, интересную. Думаю, многие слышали такое представление, которое пришло из духовных традиций восточных, но так распространилось среди терапии и среди коучей, личностного роста и развития «Живи состоянием здесь и сейчас». Живи состоянием здесь и сейчас. Ты не в прошлом, ты не в будущем, ты в настоящем. И только когда ты в настоящем, ты на самом деле настоящий, искренний, истинный. Кто слышал такую философию? Поднимите ручки. Так, пау. Повторяю, ручки приподнимаются внизу, потому что кто-то у нас… Да, философия такая. Ребят, если мы будем подходить к такой философии, исходя из понимания нейрохимии нашего мозга, мы обнаружим интересную вещь. Какую? Если мы живем только настоящим, только настоящим, и не имеем каких-то представлений о будущем, и силами намерений своей личности не идем туда, в будущее, то дофамин в нашем мозге падает вниз очень сильно. Вот так. Сматриваются. Люди в состоянии депрессии – это люди, которые не видят картинки будущего. То есть дофамин падает только потому, что они не видят этой картинки. Поэтому получается, что люди, которые наполнены дофамином, они в какой-то степени живут в настоящем будущем, в той или иной степени. И люди с простроенным будущим, полноценным, они более счастливы. А если ты знаешь, что через пять лет тебя ждет одно хорошее или другое, или ты знаешь, что после смерти за хорошее поведение тебя ждут раи, это убеждения оплённые, но тем не менее данные убеждения контролируют нейрохимию твоего мозга. Но в той любой одной степени. Вот так отказываешься от ощущения, желания жить какими-то элементами будущего, ты меняешь нейромедиаторную структуру твоего мозга. Поэтому с точки зрения химии мозга, понятие, составляющее «живи здесь и сейчас», это «откажись от синтеза дофамином формально». Прикольно. Что является абсолютно глубокие депрессивные больные, они не живут в будущем, его формально как бы и нет для них почти. И чем меньше будущего для вас в вашем сознании, в форме репрезентации, тем хуже ваше общее состояние. Поэтому от себя, если мы говорим о философии физиологии, такой прикольный термин, философия физиологии, то хорошее состояние – это состояние людей, которые живут в будущем, но в настоящем постоянно делают действия, чтобы это будущее приблизить к себе. Плохо жить в будущем как в форме фантазии, инфантильной мечты. Эх, будут времена. Знаете, есть такой в терапии синдром, называется «синдром отсроченной жизни». Что это такое? Это люди, которые говорят себе, вот как бы приеду в другой город, заживу, найду работу нормальную, эх, заживу, вот там, не знаю, война закончится, эх, тогда я заживу, найду себе женщину, мужчину, ну, кого-то еще там хорошего, эх, там, заживу. Такие люди могут жить почти бесконечное количество времени ожиданиями чего-то хорошего, вот, и это ожидание, конечно, подкрепляет их состояние того, что как бы надежда есть, но, увы, данное состояние, оно, ну, может быть иногда абсурдным, потому что чистое проживание ожиданиями чего-то – это не все. То есть необходимо, чтобы ожидание плавно переходило воплощение, и жизнь была похожа на переходы от одного уровня к другому, шаг за шагом. Поставил цель, достиг ее, добрался, завершил, поставил цель, вот такое перескакивание от уровня к уровню, оно поддерживает уровень дофамина. И серотонина, кстати говоря, нейрометр серотонина обладает уникальным свойством, он тоже лишает нас некоторого пласта негативных эмоций, когда у нас в мозге обилия серотонина. Мы способны, на самом деле, быть в более рациональном трезвом мышлении, мы не падаем духом, мы более разумны, мы более рациональны, мы более конструктивны. Но уровень серотонина в мозге человека повышается только тогда, когда мы чувствуем, что имеем некоторое социальное достижение. Это означает, что, к примеру, если вы поставили цель достичь чего-то и вы достигли, уровень серотонина стабильно у вас повышается. Люди и достигаторы, которые постоянно достигают чего-то, больших целей, маленьких целей, они модулируют уровень серотонина, поэтому даже когда вы получаете какой-то диплом, или, к примеру, если вы просто завершите курс, который вы проходите, уровень серотонина у вас идет вверх резко. У вас факта завершения чего-то и какого-то минимального уровня социального достижения. Типа, я что-то умею, что-то Я знаю уже. Уровень самооценки человека зыждется на постоянной фиксации внимания на том, что я достиг. К примеру, скажу, состояние депрессии порой включает в себя состояние, когда ты не видишь и не фиксируешь определенные свои достижения. К примеру, приведу на себя, если я неожиданно начинаю впадать в депрессивное состояние, я просто беру, к примеру, перечисляю, хорошо, а я вот сделал вот это, достиг этого, достиг этого, этого, этого. И когда я начинаю перечислять идеи каких-то своих достижений, которые были, мое депрессивное состояние начинает улетучиваться потихоньку. Почему? Один факт перечислений опленных своих достижений мгновенно модулирует серотонин. Прикольно. Класс. И нейрохимия мозга потихонечку выравнивается. То есть факт опоры на достижения, факт опоры на какие-то ключевые идеи, которые вы имеете, обладаете чем, уже дает серотониновую рецепцию. И состояние норадреналина – это ощущение некоторой радости от новизны, какой-то легкой опасности. Норадреналин появляется, когда мы выходим за пределы границ, ограничений. То есть когда мы расширяем карту нашу, у нас синтезируется еще норадреналин. И такой, вау, ух ты, новое, необычное пространство, неизведанное пространство. Это занято новой деятельностью. Не обязательно очень экстремальное, не обязательно норадреналин – это будут прыжки с парашютом. Нет, не совсем так. Он может быть и через призм какого-то просто нового и необычного, даже трансового опыта. Даже пребывая с теми медитаций, ты можешь получить достаточно серьезное всплесное удаление. Ребята, даже стоя под холодным душем, уровень норадреналина вы можете просто взрывообразно поднять. Я могу перечислять дальше, но я завершу и подведу некоторый итог. Дефамин, серотонин, норадреналин являются как бы опленными божествами, которым мы молимся в той или иной степени. И вне зависимости от идей, ценностей и вашего мировоззрения, если вы своими действиями, своим пониманием мира не воспроизводите опленный фиксированный уровень дофамина, норадреналина и серотонина в мозге, и вы будете чувствовать себя несчастным в той или иной степени. И как бы сама медитация, либо самогипноз – это опленный инструмент, который как бы предназначен для контроля нейрохимии. Контроля нейрохимии своего мозга. Я пока что не говорил вам о том, зачем я упоминал, но мы не делали практики, мы их сделаем, о том, что опленные нейромедиаторы, в принципе, можно форсированно запускать в мозге через команду. Это можно делать. Но когда мы, к примеру, простраиваем будущее, либо направляем внимание в будущее, когда мы фиксируем внимание на достижение чего-то, завершенности чего-то, либо когда мы расширяем внутренние границы через опленную визуализацию, мы в той или иной степени контролируем свою нейрохимию. Какой-то степени, по какой-то степени, это можно назвать таким странным словом нейрохимический интеллект человека. То есть, если вы понимаете, что уровень вашего личностного счастья в той или иной степени напрямую связан, напрямую связан с этими тремя минимум ключевыми нейромедиаторами, то можно полностью радикально переформировать идейную прослойку существования своим каким-то способом. А каждый день я должен, должна обладать патронными триггерами, включением этих вещей. Как это делать, чтобы чувствовать себя хорошо? У одних людей эти состояния, они напрямую связаны чем-то материальным. То есть, человек запланировал купить себе новую машину, он ждет, когда он купит себе новую машину. Это ощущение ожидания новой машины, у него поднимается дофамин, а когда он купил себе эту новую машину, неожиданно у него может даже повышиться серотонин. А когда он на этой машине с большой скоростью прокатится по городу и даже возникнет индукция, выделение нороперенефрина либо норадреналина, это синоним. У кого-то эти вещи могут быть связаны абсолютно другими вещами. К примеру, вы можете замечать, что человек, который вообще материально не ориентирован, не фиксирован, может быть полностью счастлив. С другой стороны, человек очень состоятельный, может быть радикально несчастный. У меня были такие пациенты, которые обладали очень большими финансовыми возможностями. Я помню одного пациента, который говорит, Боря, ты знаешь, я чувствую себя постоянно неудачником, постоянно несчастным. Человек, который говорит, знаешь, Боря, у меня каждый месяц по десятке зелени уходит непонятно куда. Класс. Десять тысяч баксов у него уходит непонятно куда. И человек проходил ко мне регулярно, ну, года два где-то. Он мог ко мне приходить и говорить, Боря, знаешь, я вот недавно, ну, сам просто тупо, самый дорогой Мерседес, самый дорогой Мерседес в городе Харькове, прокатиться на нем. И какое-то время у него был кайф, эйфория, крутой. Но потом он ходит ко мне, нудит, все плохо, все не так, все не то. И живу не в том городе. Он может в любой момент побыть в любом городе другого мира. В любом городе. Но это почему-то не делает. Он постоянно хочет переехать, но не переезжает. Ему постоянно не нравится, где он живет, с какой женщиной он общается. Постоянно фоново. Почему? Из-за чего? Why? Это фоновое ощущение. Потому что цели, которые он ставит, они неадекватны его возможностям. Если сейчас вы поставите цель для себя стать Уорреном Баффетом, вы можете неожиданно почувствовать неописуемое ощущение несчастья. Вы почувствуете себя жалким, ничтожным, маленьким, беспомощным. Вы почувствуете эмбрион в этом мире, который, по большому счету, скорее всего, не достиг почти ничего. Даже одной десятой процента. Вы не предблизились к этому прям великому и прекрасному, условно, человеку. Или не условно. Вы выбираете сами. Точки сравнения. В зависимости от фокуса внимания и точек сравнения, вы по-другому реагируете на мир. Вы по-другому чувствуете себя. И в какой-то степени вхождение в состояние, которое в духовных традициях, в духовных практиках называется безвременным счастьем или счастьем, не связанным с достижениями, в Индии называется состояние суха. Это радость, которая не обусловлена каким-то критерием. Или по-другому нужно называть нейтральное блаженство. Это оплённая форма контроля своего мозга, который способен вырабатывать оплённую нейрохимию, вот, которому необходимо. Я в своё время был знаком с одним аскетом, лет 20 назад познакомился с одним аскетом, кришнаитом, и долго беседовал с ним на лично духовные темы. И он говорил, Боря, я довёлся своё состояние контроля над своим мозгом, над своим телом до твоего уровня. Если я захочу, я могу сесть и включить ощущение счастья в себе. И сижу, я чувствую себя счастливым. А потом выключаю его. Я умею делать так. Посидел, порадовался, всё, пора работать. Он не питал алкоголя, он, может, ничего не есть. Он не обладает материальными какими-то способностями, особенно он просто хороший аскет, который достиг состояния, где он может регулировать, включать и выключать оплённое состояние, чувство. Пока мы подвязаны под внешние критерии, мы как бы порабощены, и мы играем оплённую игру бесконечно. Я не говорю, что обычно социальный человек способен выбраться так просто из данной игры. Скорее, необходима правильная игра и понимать её оплённые механизмы. Но подумайте, если жизнь бросает оплённые вызовы более-менее регулярно, не научитесь поддерживать себя в состоянии равновесия, невзирая на то, что жизнь не даёт вам оплённых бонусов, к примеру, хочется работу лучше, но она не получается какое-то время. Будете чувствовать себя несчастными и состояние несчастья, как много вы сделаете, как много можно сделать с ощущением несчастности. Некоторые говорят, что голод мотивирует. С одной стороны, да, но иногда голод даёт ощущение, и нересурсочек падает вниз. Чувство беспомощности и попытка роста, и чувство беспомощности – это состояние, когда ты, скорее всего, не будешь за пределом границы. Есть представление о мыслении богатого человека, Nousслении нищего человека. Есть мысление счастливого человека, есть мысление несчастного человека. Поэтому, если вы несчастны, и вы думаете, как несчастный человек, и со вероятностью вы не сделаете себя счастливым. Поэтому секреты роста очень часто связаны с изменением мышления, а изменение мышления связано с контролем нейрохимии мозга в той либо другой степени. Мастера самогипноза, мастера контроля химии своего мозга – это всегда люди, которые обладают определенными инструментальными триггерами того, как они выбираются из состояния своей персональной задницы. Это может быть… Изучая разве мастера, это бег, к примеру. Человек выходит, когда ему плохо, бежит, 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 пока нейрохимия мозга его не выровняется, он не войдет в состояние счастья. Из этого состояния счастья он пробует что-то делать. Кто-то обливается холодной водой, кто-то ходит в тележурный зал, кто-то читает какие-то книги работы, пока не достигает ресурсного состояния. Вы будете отмечать, что куча людей занимаются своими личными персональными практиками, медитативными, трансовыми. Которые на поверхности могут казаться просто техниками усвашествования тела. Ты смотришь, который бегает, не понимает, почему он бегает постоянно. А черт его знает. Странный человек выходит и как и шаг такой бежит, бежит, бежит. Зачем он это делает? Контроль ярохимии. И контроль состояний. Естественно, контроль состояний дает потрясающие и уникальные бонусы. Действительно, про уникальные бонусы. Меняется наше мышление, меняется состояние. Я помню, я однократно вам упоминал о том, что результаты, к которым вы приходите, в той или иной степени, связаны с состояниями, которые вы обладаете. И необходимо просто иметь триггерный инструментарий, который будет помогать вам выбираться, выкарабкиваться из этого. Об этом медитация, об этом самогипноз. И об этом, скажем так, это о эмоциональном интеллекте и о способе контроля. Часть эмоционального интеллекта в психологии понимается как способ умения понимать свои эмоции, понимать эмоции других людей. Но также у эмоционального интеллекта есть представление о том, что ты можешь менять свои состояния и менять состояние других людей. То есть аспект эмоционального интеллекта – это изменение своих состояний. В какой-то степени то, чем вы занимаетесь сейчас в медитативной группе – это изучение изменения своих состояний одновременно, это рост вашего эмоционального интеллекта. Иногда это называют еще энергетический интеллект, то есть способность контролировать энергию своего тела, направлять ее в нужное направление. И благодаря этому чувствуется хорошо, даже невзирая на то, что мир рядом, он может быть изменчив, переменчив. И сегодня мир вам благоволит, а завтра мир будет, быть может, не таким радостным и не таким счастливым. Если вы умеете удерживать состояние эффективно, держаться в строю, то качество вашей жизни будет существенно лучше. Ребята, то, что мы говорим о феноменологии транса, о феноменах трансовых, это о пленых, скажем так, фокусах, которые мы можем делать, когда мы находимся в измененном состоянии сознания. Есть топленые трансовые феномены, которые наиболее популярны в обычной терапии. Есть формы феноменов, которые часто практикуются, либо нечасто практикуются в психотерапии. Одни из них могут быть очень раритетными, другие могут быть очень-очень применимы. Я приведу пример наиболее часто используемых трансовых феноменов, которые применяются в терапии. Ну, в первую очередь, это состояние каталепсии, либо восковой гибкости. Чаще всего терапевты, психотерапевты используют феномен каталепсии, чаще всего руки. У пациента окопленный триггер, критерий понимания того, что вы находитесь в измененном состоянии сознания. Что есть восковая гибкость? Восковая гибкость означает, что какую бы позицию вы не заняли в теле, ваше тело будет сохранять данную фиксацию. Когда терапевт вводит пациента в транс, он может взять рукой его руку и приподнять ее в воздух. Таким способом. И оставите руку висеть в воздухе. Если каталепсия сформирована, то рука продолжает парить. И мы не чувствуем ее веса, либо почти не чувствуем. Если каталепсия очень глубокая и сильная, и транс очень глубокий, то даже при внешне ориентированной медитации, когда глаза открыты, или внешне ориентированном трансе, тоже термин, сейчас его объясню, мы можем даже вообще не контролировать ее фиксацию. Техника, если бы мы практиковали обычный эриксонский гипноз, если бы я вас обучал именно эриксонской гипнотерапии, и мы были бы, естественно, в режиме оффлайн, я бы подлился на пары, и, к примеру, взял бы одного человека и вас, и сел бы рядом, и начал бы рукой очень-очень медленно поднимать одну из кистей ваших рук от колена вверх, по миллиметрику в секунду, не более чем. Через какое-то время, такого очень медленного-медленного приподнимания, а рука субгерента, она бы застыла в воздухе. И даже при попытке ее опускать, она бы могла не опускаться. А если мы очень медленно, гипермедленно меняем диспозицию руки, то мы можем вбить человека уже в измененное состояние сознания, в общем, такое сильное, такое глубокое, что человек даже может быть неспособным двигать рукой. Я наблюдал примеры феноменов подобных, когда я беру своего студента, медленно поднимая ему руку, с открытыми глазами у него, поднимая его вверх, человек смотрит на свою руку и говорит, я не могу ее двинуть, черт! Это кажется немного странным. Вот как так? Почему? Наш мозг может переводить в трансовое состояние отдельные участки тела. Сейчас разбиваю некоторое обобщение для вас. Мы можем полностью погружаться в состояние транса, либо медитативное состояние. Мы можем погружать в состояние медитации отдельные части тела. Прикольно, что можно загипнотизировать пример свою руку. И она будет там находиться. Прикольно, да? Вау! Ты сейчас погружаешься в состояние глубокого гипнотического транса, моя рука. Вау! Я долго думал, включать ли подобный феномен в медитативную форму, но я решил, надо, чтобы вы посмотрели, как это работает. Потому что большая часть того, что я описываю, в какой-то степени это такой исследовательский процесс. Мы исследуем свое тело, свою психику, способность контролировать ее. И чем больше вы находите и обнаруживаете уникальных, удивительных феноменов, которые можно делать за своим телом. И больше интереса у вас появляется в процессе самоисследования и понимания себя. Пока дальше не иду, я остановился на каталепсе руки. Сейчас я предложу вам упражнение. Желательно, чтобы ваша правая рука лежала на чем-то. левой рукой вы будете потом приподнимать свою руку. В идеале, это будет вот так где-то происходить. Ваша рука вот лежит. Что вы могли левой рукой приподнимать? Либо рука лежит на колене, к примеру, у вас. Левая рука будет потом двигаться. Я хочу, чтобы вы начали... Сначала объясню. Ребята, есть представление о том, что есть внутриориентированный транс и внешнеориентированный, как внутриориентированная медитация, так и внешнеориентированная медитация. Внутриориентированная это я закрытыми глазами ушел в свое состояние, плаваю. Внешнеориентированная это означает, что я в состоянии медитации либо транса. Но я могу при этом говорить, раз, двигаться, два, полноценно общаться, три. Можно сказать, парадоксально, как можно медитировать и полноценно общаться. Можно? Прекрасно можно? Легко? То есть это иллюзия. Медитация, ну что ли? Помните такие, боевой транс у воинов. То есть воин гипнотизирует, самогипнотизирует себя, вводит себя в измененное состояние сознания, то есть медитативное состояние сознания, и в процессе этого терется. Один из задателей НЛПИ ключевой, Ричард Беннер, говорил о том, что выигрывает тот воин в битве, который находится на более глубоком уровне транса. Прикольно, да? Ну, можно поспорить, но, в принципе, это в сторону истины. А если почему, чем более глубокий уровень транса, тем лучше вы подчиняетесь командам своим же. Более глубокий уровень транса говорит о том, что инструментальная командующая часть легко дает команду исполнительной части, и все выполняется. То есть, если вы хотите ударить человека и вырубить его, ваше тело подчиняется, ударяет и врубает его все-таки. Для этого необходимо полное согласие тела. Ну, мы с вами не учимся именно боевой медитации. Думаю, этот курс еще впереди. Думаю, это боевая медитация. Вы знаете, что боевую медитацию повел круто. Я не буду давать такую практику, хотя, в принципе, она может быть очень применима и очень используема. Практика внешнеориентированной медитации – это когда ты гипнотизируешь или будешь транс-участок тела, фрагмент тела. Либо почти все тело, кроме головы, например, или только руку. Я бы изначально лучше всего это начинать изучать именно с каталепсии, самого простейшего, самого элементарного феномена, с которого вообще изучается эриксонская терапия. Ребят, я хочу, чтобы вы, повторю, положили правую руку перед собой, раз, на столе, либо чтобы вы положили ее на колено. Далее. Я хочу, чтобы вы специфически к ней отнеслись сейчас. Пункт первый. Вы не должны ее двигать намеренно, либо гипертрофирно расслаблять ее, либо как напрягать. У нас есть и есть. Но не превращайте ее в это вот, просто кусок мяса, вот такого. Вот это вот. Не делайте так. Чтобы в ней был опленный минимальный тонус, он сохранялся минимальный. Ну, контроля особого нет. Поставьте ее перед собой. Я хочу, чтобы вы смотрели на свою руку, правую руку, раз, и начали повторять определенные вещи, которые я буду делать сейчас. Смотрим на свою правую кейс. Делаем глубокий вдох и выдох. Вдох. Выдох. Смотрим на нее вдох и выдох. И наблюдаем, как меняется ощущение в кисти, когда мы на нее смотрим и дышим глубоко. Вдох. 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 Фиксируем то, что происходит в кисти. И еще раз вдох. 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 Вращение глазами по часовой. Раз. Два. И три. Смотрим на нее. Мое волшебное я. Дайте разрешение перевести мою правую руку на первый уровень транса. На второй уровень транса. На третий уровень транса. Наблюдаем за ощущениями, как меняется контрастное ощущение моей правой руки от всего тела. Для разрешения перевести мою правую руку на четвертый уровень транса. На пятый уровень транса. На шестой уровень транса. На седьмой уровень транса. Мое волшебное я даю тебе разрешение сделать мою руку гибкой, как воск. И податливая. Зафиксируем ощущения. А потом мы берем левой рукой. Касаемся основания. Своей правой кисти. И начинаем очень медленно, миллиметр за миллиметром, левой рукой приподнимать правую руку вверх. 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 На сантиметров пять. Когда она приподнята, мы оставляем ее таким способом и делаем небольшие раскачивания влево-вправо, вверх-вниз. Через какое-то время у вас может быть ощущение, что под вашей правой рукой как будто невидимая перина, либо подушка. И плавно, как будто эту руку опускаете на эту невидимую перину и подушку. Забираете правую руку, точнее левую руку, и у вас правая рука должна оставаться в такой же позиции. У некоторых из вас появится ощущение, что ваша правая рука сама подвисла. У вас может не быть никаких ощущений движения, она может просто висеть в пространстве. У нее может не быть никакого ощущения тяжести, она может быть просто легкой, прозрачной. Сохраняете руку вверху, если рука ваша упала, приподнимите ее вверх все равно и удерживаете на определенное расстояние от земли. Когда рука продолжает быть вверху, сама по себе, либо вы ей немножко помогаете, закройте глаза сейчас. Прикройте глаза и даем команду «Мое волшебное Я, даю тебе разрешение начать очень медленно и плавно начать опускать мою правую руку вниз». И чем ниже она опускается, тем глубже я сам погружаюсь в состояние гипнотического транса. И позволяете процессы происходить. Позволяете руки опускаться и позволяете состоянием приходить. Возникает. Рука опускается и тем самым волакивает вас в глубину состояния. Когда рука коснется вашего колена, либо стола, вы перейдете на достаточно глубокий уровень транса, в котором ваше подсознание обучит вас чему-то очень важному, чему-то очень значимому. Поток идет, не спеши, мы наблюдаем за потоком процесса. Информирование сознания. Вы сейчас можете поймать новое потоковое трансовое состояние, которое было незнакомым для вас. Почувствовать, как внутри запущен какой-то очень интересный процесс. Очень интересный, необычный процесс внутри вас, при котором вы можете переживать. Необычное, странное, удивительное ощущение сознания, которое для вас могут восприниматься как необычное ощущение реальности, в котором вы просто проникаете в глубину себя и позволяете себе быть чем-то иным, быть потоком, быть частью потока, находиться в потоке и течь внутри себя особенным, необычным способом. Ваша мудрая, волшебная часть может полностью захватить контроль над вашим сознанием и начинать с вами создавать внутреннюю реальность ощущений, переживаний, настроений, чувств, которые ярко-красочно раскрывают ваш необычный волшебный потенциал в глубине вас, который раскрывается особенным способом сейчас, переживая другой, иной медитативный трансовый поток и получая особенное чувство невесомости и полета внутри себя и за пределами себя, раскрываясь полноценно в этом состоянии глубины, вы можете полностью делегировать ответственность за данный поток Вашему мудрому подсознанию, которое движет вами, которое наставляет вас, которое не просто мудрое, но готово позаботиться о вас сейчас, готово позаботиться о вас сейчас, Здесь и сейчас, и везде, и всегда Очень хорошо, именно так Делаем глубокий вдох, выдох и позволяем подсознание медленно, плавно вернуть нас обратно в состоянии бодрости, Выходим обратно, глаза открываются постепенно, не спеша, выход может быть чуть затянутым, нам может не хотеться возвращаться, Мы позволяем этому процессу плавно перевести вас в обычное состояние бодроствования, и вы можете осознать, что вы почувствуете немножко другой поток Правда, замечаете, что тот поток, который вы испытали, отличается от обычного медитативного, не правда ли, да? Он чуть-чуть другой, иной Кто почувствовал отличие обычной медитативной формы от состояния, которое вы нафиксировали? Правда, иной чуть-чуть по качеству, да? Ребята, все-таки, у кого есть руки, приподнимайте, чтобы я знал, что там кто-то есть Они просто включили вебинар и пошли в магазин за хлебовыми спичками Ребята, у кого, когда вы приподнимали руку, рука подвисла? Вы почувствовали необычное состояние, когда вы ее меняли? Дайте один-два человека обратную связь слух, либо в чат напишите, что мы прочитаем Это будет важно Когда я гипнотизирую свою руку, я чувствую, что она очень-очень сильно меняется в ощущениях в состоянии А именно она, не весь я, а она Кто готов пару слов онлайн сказать, либо написать что-нибудь Только не плюсики, а текстом пишите плюс Алексей, вы можете сказать что-то, или что? Сергей пишет под запястье до кончиков пальцев Осталось в том же положении, но не предплечье Ощущения были иными, но рука не подвисла Так Еще обратная связь Ребята, please Это важно сейчас Что-то говорить Я же не просто так Вам очень важно, чтобы вы увидели, что происходит с другими людьми здесь Алексей Шевяков, висело конкретно Да, может быть так, что вы Я объясню Есть вероятность того, что вы гипнотизируя свою правую руку Или вводя ее в состояние медитации Вы могли гипнотизировать от локтя до кисти Направляя Если бы вы отправляли внимание на всю руку полностью Вы могли приподнять ее Она в трансе, а плечо не в трансе Из-за того, что плечо не в трансе Рука будет падать вниз Фиксация внимания Ощущение тяжести в руке, рука не подвисла Елена не чувствовала Кость руки была очень легкая Алексей, когда рука опустилась, такое ощущение, что продолжала опускаться ниже поверхности Прикольно Мария, я сама начала западать в гипнотизическое состояние, но транс руки именно не почувствовала Ольга, я кисть гипнотизировала Ну понятно, что она чем-то занималась Было бы странно, чтобы ты, я не знаю, что-то другое с ней делала Я не знаю даже, что именно Есть люди, у которых руку легко можно вынуть в это положение Это упражнение получается не у всех, но у многих Для того, чтобы вести себя или руку в трансе Необходимо взять ее и начать очень медленно приподнять вверх Даже без индукций Если вы очень медленно поднимаете кистью вверх Все какое-то время она может подвесить на месте Если вы будете практиковать другими людьми, вы почувствуете Это весьма легко Каждый второй человек, можно вот так руку подвесить Очень медленно приподнимать Если вы просто возьмете руку, оставите ее в воздухе И начнете гипнотизировать ее в воздухе Есть вероятность, что она подвеснет Опять же, вариаций техники очень много Но для медитации просто подвешивать руку Да, это хорошо, весело, интересно Но простое подвешивание радикального смысла не меняет В этой технике есть аспект, который формально является одной из самых мощных Самых быстрых техник самоиндукции Очень быстрой Самоиндукция через каталепсию руки Или через приближение к каталепсию руки Смотрите, я вам показывал это То есть мы когда оставляли руку вверху Я сказал вам, что Позвольте вашему подсознанию очень медленно и плавно опускать свою руку вниз И по мере ее опускания Плавно погружаете меня в состояние транса Когда она коснется низа Дает решение к достижению самого глубокого возможного состояния То есть такую формулировку необходимо произнести для себя Попробуем сейчас это сделать кратко, сжато, без помпезности и обнаружим, что будет происходить Сейчас просто возьмите Рука прямо перед вами Вот так Чтобы плеча была не ровная Рука остается в таком положении Над правым коленом Умеренное усилие А теперь минимальные инструкции Закрываем глаза Делаем глубокий вдох и выдох Обращаемся к подсознанию Мое подсознание Здравствуй Мое подсознание Даю тебе разрешение Начать очень медленно и плавно Опускать мою правую руку вниз Чем ниже рука опускается Тем более глубокий уровень транса достигнет Когда моя рука коснется низа Моего колена либо ноги Я перейду в наиболее глубокое трансовое состояние Вот возможно И я просто наблюдаю за тем, что происходит сейчас Наблюдаю за тем, как рука опускается Наблюдаю за тем, что происходит во мне Когда она опускается И фиксирую внимание за тем, что произойдет со мной Когда она опустится полностью Вы почувствуете, что чем ниже рука опускается Кем более глубокое состояние Начнет появляться в вас И когда она коснется то, что произойдет в вас Что-то новое, необычное для вас Когда рука опустилась и вы погрузились в это состояние Моя подсознание дает разрешение обучить меня чему-то важному сейчас И наблюдая за потоком происходящего Какой-то запускается Образы и ощущения Либо образы и ощущения Какой-то поток А потом добавляет Когда обучение будет закончено Да и разрешение перевести меня Обратно в состояние возраста Из-за этого Уже Уже Обратно в состоянии Уже Обратно в состоянии Это Уже 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 И наблюдаете за потоком, который битвовик появляется, возникает, проявляется у вас. Когда вы будете готовы, возвращайтесь обратно сейчас. В данном упражнении, к которому вы сейчас причастились, формально можно говорить, вы почувствовали суть медитативной формы недирективной. То есть, когда мы не форсировано погружаем себя в транс, в транс, в транс, на следующем уровне транса, в следующем уровне транса, а мы создаем цепочки причинно-следственных связей. Мы не индуцируем транс. Я на первом уровне транса. А мы говорим, есть ли то, когда, когда и в то время как. Можете запомнить эти рамки когнитивные и использовать их. В чем суть данных рамок? Наше сознание программируемо. Это означает, что если мы зададим сознанию программный код в формате, есть ли то, когда, тогда, в то время как, он будет выполнен. Один из самых простейших форм погружения транса в формате Эриксона – это взять, сесть в медитативную позу. Ну, к примеру, допустим, если вы полноценную медитацию практикуете, скрестим эриксенскую традицию с индуистской медитацией. Сядьте в полулотос, к примеру, потом. Вот когда вы сядете в полулотос, расслабьтесь, спинка прямая, и попробуйте взять две руки, поднять над колени каким-то способом. Причем вы закройте глаза. Когда вы закройте глаза, вы в поле себя скажете, мое подсознание – здравствуй, раз, список других вещей. Дайте разрешение медленно и плавно начать опускать мои руки вниз. Чем ниже они опускаются, тем более глубокий уровень транса будет достигнуть. Когда мои руки коснутся коленей, я достигну самого глубокого состояния транса. И когда я его достигну, я даю разрешение начать обучать меня чему-то важному. Точка. Вот такая формулировка. И они пойдут вниз. Медленно-медленно. Чем ниже они будут идти, тем более глубокое трансовое состояние будет получаться. Когда они коснутся, у некоторых из вас будет вообще полный выключ. То есть вы уйдете куда-то. То есть если вы способны потенциально на сомнобулический транс, вы туда можете провалиться. И потом подружить себя там, не знаю, сидячим или вообще лежачим на полу спустя минут 10-15-20. Если вы не укажете подробно рамку, если же вы при погружении укажете рамку, и я даю разрешение вывести меня обратно через 5 минут, то оно выведет через 5 минут. Здесь подсознание полностью программируемо. Ну почти. За редкими исключениями. То есть можно подробно формулировать до хода в транс, что будет происходить. Можно указывать. Это можно делать с данным упражнением, а это можно делать и с упражнениями, и другими, которые мы делали до этого. То есть, к примеру скажем, я вам в основном показывал классические способы хода перечисления от 1 до 12 уровня. Один из самых простых способов, директивный, простой-простой, который может усвоить даже обезьяна, по-моему, которую тоже умеет считать, между прочим. То есть в нем ничего трудного нет, но формирование причинно-следственной связи необходимо чуть-чуть попариться программированием вначале, а потом отпустить. Программа транса можно сформулировать до хода в транс. Фаза коммуникации с подсознанием – это может быть фаза программирования того, что необходимо сделать. Прикольно. Мы обычно с вами до этого на других сегментах практиковали форму. То есть сначала мы дышим, крутим глазами, общаемся с подсознанием, и потом медленно индуцируем его до 12-го, до 9-го уровня, и потом начнем что-то делать. Это один из способов. Другой способ – это на фазе коммуникации с подсознанием объяснить подсознание, что делать. И, к примеру, в какой форме. Говорить, а, мое подсознание, я сейчас в транс погружусь, вот когда я погружусь, мне необходимо, чтобы ты сгенерировала у меня опленную практику, с помощью которой я буду бороться и поборю свои страхи, к примеру. И указываешь, какие. И дает решение моему волшебному, я контролирую процесс. Указать референции, кто это будет делать. А необходимо, а, давать команду, инструкцию, что делать вообще. Раз, два, три. Эта инструкция может быть абстрактной, либо конкретной. Абстрактная, и я хочу, чтобы ты проработала мои какие-то значимые запросы. Абстрактная, неопределённая, неконкретизированная. Конкретный запрос, и я хочу, чтобы ты искоренила из моего подсознания, к примеру, страх собак, к примеру, или кошек, либо мышь, искоренила. И потом обязательно референция. Кто это будет делать? Важно. Если не указать референцию, могут быть разные исходы. Во многом программирование состояния сознания, если вы, ребята, кто из вас уже начал на своих мобильных либо на компьютере, разбираться с чатом GPT. Такой популярный сейчас. Кто пробует? У кого были опыты какие-то, да? Такие. Аня, да, Сергей. Ребята, очень рекомендую попробовать поработать с данной программой. Объясню. Там вы заметите, при правильной формулировке даются правильные результаты. Если четко, правильно сформулируешь, что ты хочешь, то будут делать то, что ты хочешь. А чатный GPT во многом является аналогом подсознания. И когда вы общаетесь с данным чатом, вы таким же почти способом можете общаться с своим подсознанием. В какой-то степени личность человека – это навороченная нейросеть, которая может давать запросы, и она их выполняет. Потребляющие условия даже понятия не имеют, что чат GPT у вас тут стоит. Причем, в отличие от программки, которая на мобильном у вас, без выхода в интернет, у вас люди духовные практики скажут «выход в интернет» существует через групповое подсознание. Почему бы и нет? Поэтому задавание программы может быть вначале. Что делать вообще? А потом, после того, как вы сформулировали, обратились к подсознанию. Поприветствую. Привет, подсознание, мой друг. Иди туда, туда, туда. Делать то, то, то. К примеру, моё подсознание. Я хочу, чтобы ты погрузила мне в состояние транса. Нашла там мои состояния страхов. Раз. Когда ты найдёшься, я хочу, чтобы ты сожгла эти состояния страхов ярким белым пламенем. И после того, как они будут уничтожены, я хочу, чтобы ты меня вывел из состояния транса. Этот процесс я хочу, чтобы он запустил тогда, когда я достигну 12 уровня. Либо, когда моя рука коснется внизу. То есть, необходимо указать триггер. Когда запустить, объяснить, что делать. И когда пускать. И как только ваша рука коснется пола, либо колено, либо когда вы досчитаете до 12, неожиданно в вашем сознании начнут появляться картинки. Запустится, начнет играть, 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 играть. Это абсолютно другая форма работы. Когда вы не инструментально все проделываете своими пальчиками. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. А вы позволяете подсознанию выполнить. Запустили программу, и потом шаг. Оно идет. Это другая форма работы. Иная, это разновидность медитативная. Я не скажу, что лучше. В зависимости от ваших предпочтений будет работать то и то. Таким образом, мы открываем новую форму. Кстати говоря, более изощренную. И ту форму, которую я скорее даю на курсах по эриксоновскому гипнозу. Научиться медитации не обязательно такая формулировка. Но поверьте мне, подобные аспекты работы свойственны именно эриксоновской традиции. Но не обычные традиции медитативные. В обычных индуистских, йогических культурах. В обычной технике самогипноза такие фортеля не применяются. Но они работают доколепно. Ребят, обратная связь. Можете в чате написать. Либо выйти в эфир. Что происходило. Мы глубоко погрузились. Что произошло, когда рука опустилась вниз. Получилось значительное состояние. И если вас что-то обучило подсознание. Какие картинки были? Одно предложение. Два, три в чат. Киньте мне, пожалуйста. Кто может кинуть? Это важно. Плиз. Кто может быть здесь. Тоже God. Так, были визуальные презентации, достаточно яркие. Речь шла о контроле над временем. Прикольно. Маша, спасибо. Еще. Анколог. Как говорят французы. Хотя бы еще обратные связи две. Ребят, просто то, что было. Так, на вдохе рука приподнималась, на выдохе спекала ниже. Как только коснулась пальцем ноги, восковость исчезла, метафоры пространства внутри него были очень другими. Хорошо. Куда-то еще. Так, не знаю, вы пишете либо нет. Ребята, пожалуйста, если вы учете, пишите обратную связь. Это важно для работы. Не ленитесь. Я не просто так говорю. Вот если другие люди не слышат обратную связь, они не поймут, что с ними происходило. Вы могли замечать, что то, что вы испытываете, оно отличается директивной формой. И здесь мы отслеживаем, в принципе, формат. И как в гипнозе есть директивный гипноз и недирективный гипноз. Так, и приносим данный термин в медитирование, в медитацию. Есть директивный вход в медитацию и недирективный вход. При директивном входе вы четко говорите, я погружаю состояние. При недирективном вы описываете рамки и позволяете некоторой эссире погружать вас, используя определенные тиггеры специфически. И поверьте мне, некоторые из вас могут гораздо лучше зайти именно данной формой работы. То есть, качество входа в транс очень быстрое. Если кому-то достало фрейм, перечислять я на первом уровне, на втором, третьем. Поиспытываете технику таким способом, что вы говорите, что когда руки опустятся вниз, вы достигнете 12 уровня транса. Или пока я руки удерживаю здесь, я нахожусь на нулевом уровне транса. Когда руки начнут опускаться вниз, транс будет усиливаться. Когда руки коснутся моих коленей, я попаду на 12 уровень транса. Мое подсознание дает решение начать смещать руки вниз. То есть, почти тот же самый фрейм, но подвязанный под движение руки. Здесь как феномены каталепсия руки. Если рука застряет, фиксирована. Левитация руки, топорение. Мы будем работать с левитацией руки после переменки. Очень интересный процесс. В принципе, в классической медитации, классической медитации в гипнозе, либо в гипнозе обычном, необходимо, как бы, чтобы рука пациента взлетела вверх. Чтобы она была вверху. Порой это сделать очень трудно. Я видел мастеров, которые трудятся, 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 чтобы она взлетела. Она никак полноценно не взлетает. В технике самомедитации можно пробовать гипнотизировать свою руку таким способом, медитировать таким способом, чтобы рука сама взлетела. Цель – давать внушение руке. Рука какая? Легкая, пушистая. Ветер поднимает ее вверх. Невесомая. Вот если вы достигаете состояния, когда вы в состоянии медитации, смотря на руку. Вы можете сделать так, чтобы она сама взлетела вверх. Вау, это уже неплохо. Это еще не магия 234 ступени, но это уже говорит о том, что ваше тело подчиняется вашим командам. То есть данные феномены, к примеру, взял руку, поместил в воздух, начал давать ей внушение, что моя рука как воск, неподвижная, деревянная, и она такой становится. Это о критерии того, что ты контролируешь свою физиологию через внушение. Твоя рука лежит. Ты сходишь в состояние транс, даешь команду ей. Моя рука легкая, ветер теплый поднимает ее вверх. И она поднимается вверх. Это критерии того, что ты контролируешь свои физические процессы. Моторные. Не у кого-то эти вещи будут легче происходить. У кого-то не так легко. Есть люди просто талантливые в этом. Чаще всего это связано с некоторой структурой нейросетей. Есть люди, которым очень трудно. Они могут западать транс легко, но моторика у них проблематична. Поэтому саму каталепсию фиксирована во время медитации. Как бы ее можно пробовать делать. Критерии хорошие. Но чаще всего каталепсия изначально делается для того, чтобы начать погружение в транс. Руки опускаются, и ты уходишь глубже, 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 глубже. Левитация – это парение в воздухе. Просто приподнимать критерии хорошие. Я буду показывать вам после переменки, как использовать левитацию рук для полноценной проработки себя. Буду вам показывать медитативную форму под названием «Руки Эрнеста Росси». Я думаю, что тут могут быть люди, которые ее куда-то видели. Потому что последний раз, по-моему, я ее давал летом прошлого года. Год назад в какой-то медитативной группе. С тех пор я ее, по-моему, и не показывал. Вопросы, комментарии, мнения, размышления у вас, если есть, говорите. Вроде бы, вроде бы, вроде бы. Прокомментировал все, что ты мог прокомментировать. Комментарии есть? Комментов нет? Хорошо. Так. Ну, окей. Ребята, если вопросов нет, то тогда мы как раз подходим. Тут как раз люди присоединились к нам. Ребята как раз на переменку присоединились. Час уже идет. Делаем переменку 10 минут. И потом вторая часть работы. Полноценная, крутая и очень хорошая. Техникам зайдет. Ту технику, которую буду показывать. Обычно пациенты, клиенты просто в восторге от нее. И начинают ее делать самостоятельно. Причем данная практика, она реально позволяет не только медитировать, но и запускать крутейшие процессы решений внутри себя. Дает задачу, и подсознание начинает кое-что делать. Люди подписывались по поводу транса предыдущего. В руке чувствовало состояние транса по плечу, теперь руки тепло. И Сергей написал, инструктаж проводится в процессе перемещения руки вниз. Сергей, смотри, желательно руки поставить и задать фрейм. Мое подсознание, пока руки находятся здесь, на левом уровне транса. Когда руки начинают опускаться вниз, я начинаю погружаться в состоянии транса. Когда они достигнут низа, я погружусь на 12 уровень. И потом движет команду, мое волшебное я, решение опускать ее вниз. И моего подсознания, решение начать опускать вниз. Желательно так. Можно процессы, конечно, довернуть. Лучше до начала. То есть в этом фрейме сначала инструктаж, а потом критерий запуска. Вот так. И вперед. Как ты себя формулируешь? Верно, медленно, спокойно. Так оно будет работать. То есть мы закладываем программу, и она потом срабатывает очень круто. Отдыхаем до 23.03 или 04. Потом будет еще пример микромедитации по поводу формулировки мышцового погружения. И еще будет техника Эрнста Роси. Новороченная, крутая. Поверьте мне, одна из тех практик, которая вам запомнится, и которую, с большей вероятностью, вы будете использовать регулярно для самотерапии. Отдыхаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 форму нового процесса, с которым мы с вами взаимодействовали. Формат будет чуть-чуть напоминать наш предыдущий, обычный формат. Отчасти будет форматом программирующим, где мы до того, как мы погружаемся в транс, будем говорить о том, что делать. Напомню, погружение в транс будет не по счету. В процессе погружения в транс я буду говорить о приподнимании рук. Таким способом будем давать команду на опускание рук вниз, чтобы руки висели. Либо над столом они висят у вас, либо над калериками висят у вас. Начинаем работу. Сразу не тянем. Закрываем глаза. Делаем глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. И выдох. Глубокий вдох. И выдох. Глаза помещаем между бровью. Делаем вращение глазами против часовой стрелки. Раз. Два. Три. Вращение по часовой. Раз. Два. Три. Глубокий вдох. И выдох. Моё подсознание здравствуй. Я приветствую тебя сейчас. Я благодарен тебе, что ты у меня есть. Я буквально приподнимаю свои руки над столом до уровня плечей, может быть, немного ниже. Моё подсознание. Там, где находятся мои руки, текущий уровень транса. Когда я дам команду, мои руки будут опускаться вниз. Чем ниже они будут опускаться, тем более глубокий уровень транса будет достигнут. Когда мои руки коснутся моих коленей либо столами низа, я перейду на 12 уровень гипнотического транса. Моё чудесное я даю разрешение начать медленно опускать руки. Когда я доберусь до 12 уровня транса, даю разрешение погрузить меня в пространство, в котором я смогу переработать, ассимилировать, либо сжечь белым пламенем свои ключевые страхи, тревоги и негативные чувства. Моё волшебное я даю тебе разрешение сделать всё самым лучшим способом и наблюдая за процессом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я никак не комментирую происходящее, всё происходит в вашей внутренней реальности. Оно может происходить минуту, две, три. Он может сопровождаться яркими репрезентациями, либо просто ощущением какого-то специфического внутреннего процесса. Когда задание будет выполнено, моё чудесное я даю тебе разрешение медленно и плавно выводить меня из состояния травмса в течение одной-двух минут, фиксируя изменения и делая их устойчивыми в настоящем, прошлом, будущем, параллельном и многомерном. Просто наблюдаю за процессом, который идёт сейчас. Никуда не спешу, не тороплюсь. Позволяю самому подсознанию позаботиться обо мне сейчас. И выполнить всё необходимое, чтобы реализовать программу, которую я заложил. иんだ snapped бегом. Продолжение следует... 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 Да, в общем, интересно, спасибо. Все по-другому. Кто может вслух, кто не может, пишите. Сергей пишет, больше было похоже на отправление сообщения, в глубине сложно судить. У Ольги состояние изменилось, стало спокойно. Кто-то может еще написать, напишите. Кому-то может зайти больше такая форма работы. Описать и потом вперед, типа, выполнять. Вот, такой транс для ленивых. Ну, мне бы, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. Это как, не знаю, кому-то, ну, людям контролирующим лучше взять самостоятельно все проделать пальчиками. Людям, кто-то, ладно, мне вот там помассажируют, там, там, там. У меня будет хорошо. И то, и то работают, но по-разному. Ребят, смотрите, плавно переходим к технике Эрнеста Росси. Либо техника руки Эрнеста Росси. Технику я лет 12-13 назад видел на семинаре американского гипнотерапевта Эрнеста Росси, одного из ключевых учеников Молтона Эриксона. И его форма работы была такой. Он на публике сам себя гипнотизировал и выполнял определенную манипуляцию. Таким образом мы выполняем манипуляции на других. Этой техникой можно работать с любыми запросами. Любыми, абсолютно любыми. Для этого необходимо, а, на одну руку свою дать назначение какого-то симптома, проблемы, которые у тебя есть. Раз. Либо на руку, либо визуализировать шар в правой, к примеру, руке, который будет символизировать проблему, симптом. А затем на левую руку, либо на визуальный шар в левой руке необходимо дать назначение решения. Есть такая пресс-позиция, что у любой задачи на подсознательном уровне есть решение. У любой задачи есть решение. Что бы ты не решил, если ты дашь какой-то запрос, задача – как стать миллионером за один день. Ну, да. И где-то в вашем подсознании есть решение данного запроса. Вопрос, хватит ли у вас разрешения себе, его вытянуть оттуда. Ну, это скорее фантастика, скорее. Но там решение есть. И там даже есть последовательности, что делать. Сейчас просто некоторые решения будут у нас как криминальными. Чуток. Самую малость. Если вы помните, кто видел фильм с Джейсоном Стетхемом «Адреналин». Никто не смотрел? «Адреналин». Короче, там человеку нужно очень быстро решить кучу-кучу-кучу вопросов. Причем, если он это не сделает, то, по-моему, он умирает, честно, или кто-то умирает. И там показывают, как в течение краткого времени хаотично нужно сделать кучу решений, кучу действий. Для любой задачи есть решение. Вопрос, насколько в вашей нейросети подготовлены генерации этих решений. Вашей внутренней нейросети. И насколько вы можете морально себе позволить эти решения воплотить. Трансовая техника очень простая. Необходимо, а, погрузить себя в транс, назначить на одну руку симптом, на другую руку решение, а потом дать команду. Очень важно, чтобы руки были в воздухе. Раз. Они висели. Вот так. Вот так. Вот так. И сказать, мое подсознание дает тебе разрешение найти дорогу к объединению. Моей задачей с решением. После того, как команда дана, руки начнут двигаться у вас. И просто позволить рукам в трансе передвигаться. Руки начнут вести себя в страну. Необычно вообще. Ну и могут летать, порхать в воздухе. Я видел людей, которые улетают, начнут вот так двигаться. Рано или поздно руки как-то объединятся. Каким-то способом они склопнутся. Транс продолжает до тех пор, пока руки полностью не объединятся. Я проведу сейчас эту практику в двух вариациях. Максимально упрощенной. Максимально упрощенной, без глубокого погружения в транс. И с полноценным глубоким погружением в транс. Давайте сделаем максимально простую. Вы почувствуете, как в максимально easy формате она выполняется. И потом увидите, как она работает в полноценном формате. Я хочу, чтобы вы просто перед собой руки вот так поставили. Раз. Два. А, стойте. Сначала выберите какую-то задачу, которую хотите решить. Это может быть терапия. Лучше какая-то проверяемая задача. Которую можно протестировать. Что-то получилось, не получилось. Ну, что если вы закинете вот такую тему, там, не знаю, не хочу стать богатым, крылатым, там, каким-то еще, вот. Ну, сразу-то крылышки могут не появиться у вас. Только такие маленькие отросточки. И вы не проверите полноценно. Поэтому выберите какой-то запрос наподобие. У меня есть какая-то тревога сейчас. Либо я беспокоюсь завтрашний день. Либо я не уверен, смогу ли что-то сделать. Чтобы проработка после трансовой техники, вы могли почувствовать, поменялась что-либо нет. Она ушла, либо не ушла. И определили уровень проработки по 10-балльной шкале. Зафиксируйте задачу какую-то. Нажмем до задачи. Раз. Желательно проверяем. Два. Закройте глаза. И поместите руки перед собой, чтобы они могли быть в воздухе. Да, локти можно прислонять, в принципе, к телу. Можно их выдвинуть вообще вперед. Можно локти к телу прислонять. Два. Сделайте глубокий вдох. Выдох. Сделайте вращение один раз по часовой стрелке глазами. Раз. Один раз по часовой стрелке. Два. Мое подсознание. Здравствуй, я приветствую тебя. Да. В сознании я представляю в своей правой руке шар энергии, который символизирует задачу, которую я ставлю перед собой. В моей левой руке я представляю решение этой задачи, которая находится в глубине моего подсознания. Эти шары энергии привязаны к рукам. Это означает, что если шар двигается, двигается и рука. Мое подсознание, мой друг, даю тебе разрешение сейчас погрузить меня на тот уровень транса, в котором мои руки, задачи и решения смогут найти особенный путь друг к другу. Я даю разрешение начать делать это сейчас. И наблюдайте, отслеживайте. Сначала вас понесет какую-то легкую измененку, и через какое-то время ваши руки могут начинать приходить какое-то небольшое движение. Транс не обязательно будет очень глубоким, а может быть и очень глубоким. Есть вариация, либо руки сами по себе начнут двигаться, без сознательного контроля вообще. Если сознательный контроль над руками в принципе сохраняется, то просто позволяйте рукам интуитивно смещаться в пространстве. Быть может, одна рука захочет приблизиться к другому, или быть может, оттолкнуться одна от другой. Какая-то рука может захотеть уйти вверх, немного либо вниз, влево, либо вправо, вперед, либо назад. Позвольте вашим рукам и шрам энергии быть естественными, и позвольте вашему подсознанию продолжать искать особенный путь одной руки в другой. Искать путь решения к задаче, которую вы поставили перед сопоем. этот процесс может быть быстрым, этот процесс может быть медленным, этот процесс может быть полностью сознательным, либо же полностью подсознательным. Позвольте вашему подсознанию найти особенную дорогу одной руки к другой руке найти дорогу задачи к решению. Просто наблюдайте, что происходит с вами сейчас. Если руки схлопнулись, это хорошо. Если руки не хотят схлопываться, невзирая на то, потому что команда была дана, начните медленно и плавно приближать руки одна к другой. Если трансовый поток не идет, позвольте буквально приблизить руки одна к другой. Это делается в случае, если они не хотят идти одна к другой совсем. Продолжение следует... Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Жалко, что вы не можете видеть то, что происходит с другими людьми, если это оффлайн обучение. Обычно можно наблюдать, как руки других людей летают в воздухе в поисках определенных процессов. Причем у некоторых людей, у которых это моторное, они начинают вот такие пируэты вытворять. У некоторых людей просто делать и все. У кого-то они начинают какие-то движения делать, потом собираться что-то одно. У кого-то проблематично. И если в этой технике вы чувствуете, что ваше подсознание не склопывается, форсированный слоп делаете. То есть там какая-то причина есть, какое-то сопротивление есть. Если не происходит, объединяйте их вместе намеренно. Это как бы желательно самостоятельно не делать, но если вы хотите ускорить процесс, это можно выполнить. Там будет проламывание некоторого сопротивления. Разбираться самостоятельно может быть трудно. То есть если вы хотите понять причины того, почему это происходило, там как бы нужна проработка терапевтическая, чтобы понять, какие вещи, какие части личности не дают, почему, из-за чего и бла-бла-бла. Вот если вы не хотите глубоко разбираться, вы делаете это полностью самостоятельно. Но лучше, лучше, чтобы он и само нашли. Лучше. Вот пишут люди. Сергей пишет, по ощущениям пальцы лопались, как пузырьки и почти перестали ощущаться. Прикольно. Было чувство, что я сдавливаю руками один шар. Лопал пальцы по мере конкретизации задачи. Интересно. Алексей пишет, вместе с руками сложилось все тело. Потом мощный огонь белого цвета. Прикольно. Потом после первого же касания ощущения похожи на осознание. Интересно. Алексей пишет, руки вначале сильно разошлись, но в конце соединились. Решение сильное, большое, невесомая проблема, маленькая и тяжелая. Да, там разные ощущения могут быть от этих образов. Один образ или там задача. Сейчас одним способом руки. Легкая, либо тяжелая, холодная, теплая. Там можно фиксировать, переживать. Это пример медитации терапевтической, максимально краткая. Просто взял, раз, 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 вогнал, поставил, запустил. И я через, наверное, парочку минут предложу более глубокую форму. Так что мы возьмем полноценно, шаг за шагом, погрузимся на 12 уровень. Возьмем, позволим рукам всплыть в воздух, создадим левитацию рук. И позволим им двигаться в максимально глубоком уровне транса. Вы почувствуете разницу, когда это вот так, как сейчас. И если это с очень глубоким ходом. Как руки будут себя вести. Поэтому буквально 5 минут отдыхаем. Еще мини-пауза. И потом мы работаем минут 7. Не очень долго будет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры. 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 Почти то же самое, а только с полноценным штатом. Заодно опробуйте другой симптом, выберите другую задачу какую-то, которую вы поставите перед собой, которую, в принципе, сможете оценить по 10-мбальной шкале. Оцените, как она сейчас воспринимается в данный момент. И когда задача выбрана, нужно плавно начинать вашу работу. Полноценный путь. Закрываем глаза, садимся приятным видателем, делаем глубокий вдох, выдох, глубокий вдох, выдох, глубокий вдох и выдох. Глаза помещаем между бровью, делаем вращение глазами против часовой стрелки, раз, два, три, делаем вращение по часовой стрелке, раз, два, три. И глубокий вдох и выдох. Мое подсознание здравствует. Я приветствую тебя сейчас. Я благодарен тебе, что ты у меня есть. Я приветствую свое семейное подсознание, этническое подсознание, групповое подсознание. Абсолютное подсознание. Сейчас я начну погругаться в состояние максимально глубокого гипнотического транса, медитативного транса, в котором я буду выполнять глубинную внутреннюю работу поиска решений. Я погружаюсь на первый уровень медитативного транса. Второй уровень медитативного транса. Третьей уровень медитативного транса. Мое сознание переходит в мое трансовое тело. Контроощущение тела расплывается, тело наполняется теплом, тягом, расслаблением глубоким. Перехожу на четвертый уровень медитативного транса. Пятый уровень медитативного транса. Пятый уровень медитативного транса. Я достигаю своего энергетического тела. Переживаю мир как энергию, чистоту и вибрации. Вмешаю дальше на седьмой уровень медитативного транса. Восьмой уровень медитативного транса. Девятый уровень медитативного транса. Я достигаю своего информационного тела. Девятый уровень медитативного транса. Мое сознание проявляется в пространстве бесконечной протяженности белого цвета, загрузочной полочкой сознания. Я усаживаюсь в приятной медитативной позиции. В трансе мои руки буквально и в воображении поднимаются немного выше. Сами либо через усилия луны. В своей правой руке я помещаю шар энергии, символизирующий задачи, которые я ставлю перед собой. В левой руке я помещаю решение данной задачи, которая существует в глубине моего подсознания. Мое волшебное Я. Даю тебе разрешение начать двигать мои руки с шарами по определенным траекториям, которые направлены на объединение двух рук, двух шаров энергии. Даю тебе разрешение начать делать это сейчас. Даю разрешение воссоединить задачи и решения на уровне энергии, на уровне информации в этом трансовом процессе. Тем особенным способом, который готов проявиться сейчас. который готов проявиться сейчас, позволяясь ему воображению и движению рук быть ведомыми моим волшебным Ямами, моим чудесным Ямами, моим мудрым Ямами, моим духовным Ямами, моим творческим Ямами. Даю разрешение мудрому, духовному, творческому Яму, чудесному Яму на эти самые оптимальные траектории. Сближение задачи и решения в моем сознании, осуществляя особенную внутреннюю алхимию этого процесса сейчас. Через какое-то время руки найдут свой порт. Если они объединились хорошо, если они еще в пути, позволяйте искать свой путь, свой особенный путь. Искать сейчас его в себе и находить. Искать сейчас его в себе и находить. Если что-то мешает в движении рук, позвольте своим усилием сдвинуть их. Продолжение следует... Когда все будет решено, мы можем медленно и плавно начать возвращаться обратно. Если продолжает происходить, пусть происходит. Мы будем постепенно в транс возвращаться обратно. Искать сейчас. Как за шагом. Очень медленно. Переходя с двенадцатого уровня на одиннадцатый уровень транса. На десятый. На девятый. Формационное тело. Восьмой уровень транса. Седьмой уровень транса. Шестой уровень транса. Энергическое тело. Пятый уровень транса. Четвертый уровень транса. Шестой уровень транса. Шестой уровень транса. Продолжение следует. Форм titled. РЗД СПИСlaim Благодарю все ресурсные части личности, все ресурсные я за помощь и поддержку в данном процессе. Я позволяю себе вернуться обратно, глаза приоткрываются, тело глубокий, вдох и выдох. Красивая энергия еще продолжает течь по вашему сознанию сейчас, кто-то уже пришел в себя, кто-то еще плавно возвращается, нужно не спешить в этой травмовой работе. Добро пожаловать в реальность, господа! Надеюсь, практика удалась. И, конечно же, хотя бы небольшая краткая обратная связь. Как вы переживали это? Насколько это было более глубоко, чем при поверхностной работе? Были ли какие-то изменения, как вы почувствовали? Либо текстом, либо вслухом. Кто-то, может, слушаю вас. Давай, мы же говорим. Транс был, как ни странно, менее глубокий, чем… Чем больше, да. Да, да. Ну, как бы на эффективность это не повредило. Получается так, что задача была поставлена такая, что я заранее знала, я не смогу это проверить сразу, но у меня был запрос для себя в том, стоит ли вообще ее вставить как задачу. То есть, я понимала, что если руки не захотят сходиться, допустим, если будет какое-то сопротивление, я для себя понимала, что это будет некий ответ для меня. То есть, что не стоит вообще туда, как бы. Вот. Но я, в принципе, некое какое-то подтверждение для себя получила, потому что руки схлопнулись, схлопнулись достаточно сами. И вот такую позицию. Да. Да. Вот. Более того, я получила еще косвенно ответ на задачу. Я пока ничего не поняла. Ну, в общем-то, в подсознании выпала некая информация. Вот. Ну, я еще, как бы, буду обрабатывать. Вот. Ну, вот, практика сработала. Как для меня это ответ, что можно в этом, скажем так, с этой задачей работать. Вот так. Спасибо. Кут. Супер. Если не можете говорить, вот, то пишите так. Вот. Алексей, когда руки соединились, было трудно дышать. Даже немного тревожно. Но потом все хорошо. Хорошо. Прекрасно. Хорошо. Еще кто-нибудь? Алексей написал. Шары гораздо больше перекачиваясь энергии, визуализации не было. Угу. 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 Кто еще что-нибудь напишет? Вот Сергей пишет. По глубине сложно судить. После смыкания рук в обеих ладонях ощущалось пульс сильнее, чем обычный. Результат уценить сразу сложновато, хотя взгляд на привычную проблему поменялся. Прикольно. Так. Лена, ты вслух скажешь? Скажи. Не слышно тебя. Звука нет, Лена. Атак? Да, есть. В первом варианте, более легком, левитация рук супер, класс. Ощущалась. Во втором варианте левитации, ну как ни странно, у меня не было. Интересно. Транс был более глубоким, и за счет этого просто тело такое оп, расслабилось, и там что-то внутри происходит. Вот. Да, вы можете фиксировать, у разных людей очень по-разному будет. У кого-то в первой лучше, у кого-то во второй лучше. Не скажешь, какой формат более эффективный. Вот. Я отдаю два разных формата, значит, чтобы вы могли иметь определенный выбор. Но очень часто, если вы, ну, способны быстро переключаться, то первый формат его может быть славы достаточно, без какого-то очень глубокого наведения. В принципе, тематику каталепсии и левитации я разобрал. В будущем мы еще будем говорить о других феноменах транса. Анестезии будем говорить. Мы отчасти затрагивали аналоговые сигналы. Чуть-чуть поговорим с вами о галлюцинациях. Мы могли их создавать в медитативной форме. Очень трудный феномен. Как по позитивных, так и положительных, так и отрицательных галлюцинаций. Положительно, когда ты видишь то, чего нет, и отрицательно, когда ты не видишь то, что есть. Да, такое тоже будет быть. Не все люди способны на такие вещи. Но в конце курса у вас будет представление о том, как это делать приблизительно. И коснемся потом таких оккультных феноменов, которые я буду разграничивать. Есть феномены трансовые, терапевтические. И то терапевты используют. А вот есть феномены, которые йога используют. Феномены, допустим, гоняния себя по линии времени, чем прошлого воплощения. Либо, не знаю, инициация подъема самадхи. Ну, увидите. Кое-что я буду просто проговаривать. А кое-что мы опробуем сами на себе. Ну, почувствуйте, как это. Если есть вопросы какие-то... А, тут еще комментарии. Руки от Валентина. Руки двигались навстречу друг к другу. В отличие от первого раза, когда правая шла к левой, удивительно, что результат спешил к задаче с большей скоростью. Прикольно. Замечательно. Если какие-то вопросы, комментарии есть, говорите. Если вопросов, комментариев нет, то наш десятый сегмент я буду считать завершенным. И у нас еще минимум два сегмента для завершения курса. Практикуем, медитируем, пробуем на себе между сегментами, чтобы укоренить знания, навыки, полученные в процессе работы. На сегодня будем прощаться. Всем спасибо за внимание. Да пребудет с вами сила, господа. Пока-пока. Удачи.